Добрый день, мои хорошие, дорогие братья и сестры. Хотелось бы поговорить о такой тенденции, которая сейчас есть в России. И я очень рад, что она появилась. Сам недавно узнал об этом, что молодежь сейчас все больше и больше посещает монастыри. Посещает именно не только с целью зайти посмотреть архитектурную, культурную ценность, оценить. Но именно пожить в монастырях, поработать, потрудиться. Причем иногда на целый Великий пост или на месяц молодой человек едет для того, чтобы узнать себя. Вообще для чего все это? И не только для молодого человека, но и для взрослого. Но для молодого это более актуально. Конечно, почему? Сейчас попытаюсь немножко об этом поразмышлять с Божьей помощью. Так вот, в молодом возрасте человек ищет себя. Ищет ответы на главные вечные вопросы. Кто я? Зачем я живу? Что такое любовь? Что такое дружба? Как создать хорошую семью? И вообще определиться в жизни. Нужна ли мне семья? Или может быть мой путь одинокий, безбрачный? Или даже монашеский? Так вот, для ответов на эти вопросы человек едет в монастырь. И еще, что очень важно, человек всегда стремится увидеть сердцем что-то большее, чем то, что видят его глаза. То есть у нас есть представление, пусть это научные некие термины, но я их поясню, что есть не только этот мир, вот этот материальный, но есть то, что сверхматериальное и, как это называется, трансцендентное, то есть вне этого мира, вне этого мира находящегося. И любая душа это чувствует, любая душа. Даже если человек пока не верит в Бога, даже если он пока не православный, все равно он чувствует, что есть сверхъестественное мир, другие явления, которые он ощущает сердцем. Интуиции, как это говорят многие светские люди, да. Ну, мы на нашем церковном языке это называем сердцем. Так вот, сердце молодого человека, как правило, оно не захламлено еще огромным количеством смертных грехов. То есть они, может быть, и есть, но они еще просто даже в силу возраста, они не стали такими многолетними, десятилетними, да, накопившимися такой коростой, которая закрыла все то, что можно, что может еще чувствовать. То есть сердце пока еще не стало железобетонным. Оно, может быть, расточилось, но не до конца. И так вот, человек, который все-таки искренне, искренне перед собой в первую очередь, потому что если он перед собой не будет искренним и не будет себе задавать важные и неудобные подчас вопросы о том вообще, кто я, для чего я, какой я, реально я такой хороший, как я думаю о себе, или я все-таки последний дурак, как о себе, кстати, думал. Знаете кто? Преподобный Сафроний Сахаров молился так, Господи, прости меня, дурака. Вот он так считал про себя. И вот эта правда о себе, узнать правду о себе, это одна из целей, одна из задач посещения монастырей и именно проживания там. Я вот в свое время тоже пожил некоторое время в монастыре, и это очень хороший опыт для того, чтобы понять, кто ты действительно на самом деле, что ты слишком много о себе мнишь, как апостол Павел пишет, что не думайте о себе, не мните о себе, думая, что вы нечто. Или как святитель Тихон Задонский говорил, до приходящего искушения мы думаем о себе, что мы нечто. Но приходящее искушение показывает нам, что мы ничто. Вот для того, чтобы узнать правду о себе, в том числе для этого, люди едут в монастыри. И молодые очень хотят эту правду узнать. Как правило, именно в молодом возрасте искренность преобладает над конформизмом, над желанием поудобнее устроиться, сделать карьеру. Хотя это тоже есть у молодых. Но все-таки погоня за правдой, жажда правды, и даже если у кого-то все-таки сердце еще более чистое, жажда Бога, она в возрасте молодом очень сильна. И вот эта жажда, жажда правды, а она, как известно, бывает только Божия, жажда Бога, а Он один, это Бог Троица, она ведет людей в монастыри, именно в православные монастыри, подчеркиваю. Не буддийские, не в какие-то, а именно в православные. Потому что там живет живой Бог. И Он в каждом сердце должен жить. Но просто в монастыре или в храме Он особо присутствует своей благодатью, своей энергией. Для чего? Для того, чтобы посильнее постучать в наше сердце, посильнее достучаться. Он может и в другом месте, конечно, нас коснуться. Но там все условия еще созданы для того, чтобы человек все-таки задумался о вечном. Там устав есть, там есть службы, причем многочасовые, там есть послушание. То есть, что такое послушание? Это труд ради Христа. Вот здесь мы работаем за деньги, допустим, да, и кто-то в миру живет, хотя мы тоже не все делаем за деньги здесь. Но там послушание означает, это вообще бесплатный труд ради Христа. Именно ради Него, ради живого Бога. К которому в гости, так скажем, приезжает человек, чтобы узнать себя, чтобы установить с Богом более тесный контакт, чтобы очистить свою душу, чтобы почувствовать Бога и покаяться в своих грехах. Чувство Бога, кстати, для нас это естественное чувство. Когда человек не чувствует Бога, это значит, опять же, его сердце слишком захламлено, слишком загрязнено и слишком забетонировано грязью, грехами, страстями. Когда человек чувствует Бога, а, кстати, детишки это прекрасно ощущают, иногда даже чудесным образом, не только сердцем, но и видят они, когда Дух Святой в виде голубя или каких-то святых, Матушку Божию, ангелов, многие дети это видят. И человек как раз в монастырь едет в поисках себя, в поисках Бога и в поисках себя, и в поисках своего места в этом мире. Ну, это прекрасно. Если бы у меня была такая возможность, я рос в советское время, в 90-х годах, но тогда не было такого тренда, тогда не было такого массового посещения именно молодежью храмов. То есть были, конечно, люди, ну там 20-30 лет, 20+, 30+, ну так, чтобы вот подростки, как будем сейчас сказали, тинейзеры, чтобы они ехали, да, в храмы, в монастыри. Вот, это была редкость все-таки. То есть не так много у нас было таких людей. Вот. Ну, то, что сейчас происходит, это, знаете, показывает, что человек все-таки не удовлетворен своей материальной жизнью, что он не может удовлетвориться, точнее, только ею. И это отлично, это прекрасно, это здорово, особенно молодые люди, они понимают, что, ну, нету никакого счастья в материальном. Это все эфемерно, это призрачно, что деньги тебя не сделают счастливыми, что карьера тоже тебя не будет любить, что наслаждения, которые заканчиваются чаще, раньше смерти, физические наслаждения, тоже не являются счастьем каким-то таким абсолютным, да, что раньше печенка сядет, селезенка там, почки сядут, там еще что-то, да, какие-то органы перестанут работать, чем ты умрешь, и все эти вот эти наслаждения физически закончатся. То есть вот человек понимает, что счастье не в этом, что счастье в любви, счастье в любви к Богу и к людям. Об этом говорит христианство. Очень простые вещи. Господь говорит, вся Библия построена на двух столпах, на двух заповедях. Любовь к Богу, любовь к ближним. Все. И это не только основа Библии, но это основа счастья нашего. Наше счастье в этом. Ты любишь, ты счастлив. Тебя любят, ты еще более счастлив. А если учесть, что Бог тебя любит 24 на 7, всегда, абсолютно. И так, как никто никогда не любил и никогда не полюбит. И Пресвятая Богородица любит нас больше всех мам в мире. Каждого из нас она любит. Так, как все мамы мира не любят всех своих детей. Все 8 миллиардов детей, которые сейчас живут. Никогда никто так не любил. Поэтому, если ты хоть миллионную часть этой любви почувствуешь, то ты поймешь, что ты не зря приехал в монастырь. Не зря поработал, потрудился месяц-два, отдал свои силы, какое-то время, может быть, даже деньги какие-то потратил на проезд. Но ты получил самое главное. Ты получил, ты ощутил эту любовь, Божию, и сам научился любить больше. Хоть немножко больше. Вот мы учимся всю жизнь любить Бога и людей. Учимся всю жизнь. И никто из нас не может сказать, я уже так люблю Бога, что больше никто не может полюбить. Мы всегда будем расти. И за гробом то же самое будет происходить. У святых главное занятие там это научение любви. Вот за гробом. Чем занимаются в районе святые? Тем, что они все больше любят Бога. больше, 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 больше. И Бога, и людей, то есть друг друга они учатся любить все больше. И это бесконечное совершенствование. Конца этому нет. Так как абсолютный Бог, то это абсолютно бесконечное совершенствование. Мы приближаемся к Нему, и мы никогда не станем таким, как Он. То есть это вечное движение, вечная динамика, которая никогда не закончится. А в аду, наоборот, постоянная постоянная деградация любви. То есть постоянное увеличение зла. Как вот, знаете, с ребятами, кадетами разговаривал, и простейший пример Господь дал. В общем, как описать детишкам, что такое рай, что такое ад? Я говорю, ребят, вот представьте, что вы пришли, там у них 20 человек, да, в классе. Пришли в класс, вот что такое ад? Начнем с этого. Пришли в класс, сначала вас не любил один человек, потом второй, третий, там, десятый, двадцатый. В общем, все вас не любят. Вот это ад. То есть постоянное развитие во зле, все больше зла. Каждый день все больше зла, больше и больше ненависти, нелюбви. А рай это наоборот. Вы пришли в класс, сначала один человек тебя любит, потом два, три, потом двадцать, в итоге все тебя любят, все твои друзья. Они в шоке были, особенно насчет любви, когда начали говорить. Вот это да, Максим Анатольевич, как и так, все любят, все друзья. Да это ж классно, это вообще потрясающе. Ну, мы все в таком классе хотели бы учиться, я думаю, да? Вот. То есть вот это и есть рай, когда тебя все больше, больше, больше любят, в итоге все тебя любят. И потом уже и количественно все любят, и качественно эта любовь растет. То есть вчера этот друг твой давал тебе одну конфетку, а завтра он две уже конфетки дает, потом три, потом он готов уже не конфетку, а тортиком с тобой поделиться, условно говоря. Да, ну вот примерно так. Вот дальше он уже все больше и больше любит, а завтра он уже готов каждый из них из двадцати уже жизнь за тебя положить, и ты тоже так же хочешь, потому что ты вырос в любви, потому что это прекрасный пример. Вот и все. Поэтому давайте все в монастыре съездим, хотя бы на месяц-два, почувствуем любовь к Богу, к людям и захотим ответить взаимностью. Богу нашему славу всегда и ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok